Мы с вами правильно реагируем для того, чтобы придать этому правильный характер. А ты не будь равнодушным, ты не будь безразличным к происходящему в доме, тогда у тебя ни одна копейка никуда не исчезнет. Я всегда в качестве примера привожу тот кредитный союз, который я когда-то создал в начале 90-х годов, и он до сих пор живёт. Почему он живёт? Потому что изначально мы вместе создали условия, исключающие возможность там воровать. Вот создайте такие условия в своём ТСЖ, которые исключают возможность воровства, тогда у вас мысли никогда в голову не придут, что там можно что-то украсть. Вы создали механизмы, исключающие воровство. Вот это правильное отношение к своему ТСЖ, а не всех подозревать в том, что там можно что-то украсть. Вот ещё вдогонку к вопросам о сложении полномочий, а есть ли такая ситуация возникла у члена правления ТСЖ? То же самое. То есть тоже без проблем, что я выхожу, я не могу там по каким-то причинам. Ну да, да. И всё, здесь никаких проблем нет. Нет, ну подождите, это всё должно быть оформлено на самом деле решением общего собрания. То есть этот человек должен инициировать проведение общего собрания. Но его же избрало общее собрание, и общее собрание должно согласиться с его просьбой, да, и избрать другого члена правления. Так нельзя, это анархия будет. Да, сегодня я, как вы говорите, не взял самоотвод, и меня избрали, и я весь красивый из себя такой член правления, с умным видом прихожу на заседание правления, подписываю протоколы заседания правления, а потом вдруг раз, да, и не захотел бы. Это не серьёзно, так так нельзя. А если вообще всем надоест, а вот как это так может быть, надоело? Мы же исходим из того, что все разумные, добросовестные, да, надоело. Хорошо. Вот набрался целый цикл вопросов по замене стояков в многоквартирных домах. У меня два года обещают поменять трубы, и я из-за этого не начинаю ремонт в туалете, семья страдает. Ну, посыл такой не очень правильный, потому что я не понимаю, что такое обещают. Давайте раз и навсегда договоримся. Всё то, что исполняется потом, должно совершаться в письменной форме. И если тебе кто-то, кто-то, и если кто-то берёт на себя обязательство через два года заменить трубы, то это обязательство должно совершаться в письменной форме. У тебя есть на руках вот это письменное обязательство о смене труб через два года? Нет, нет. Почему ты говоришь о том, что тебе обещают? Откуда вообще эта басенка про то, что там обещают? И вообще, что это за отношения такие обещальные? В гражданских правоотношениях, в жилищных правоотношениях нет обещальных правоотношений. Это какие-то околоправоотношения, ибо правоотношения – это то, которое основано на нормах права. Да, оно должно быть в письменной форме, если исполняется потом. Оно обязательство, сделка, договор обязательное в письменной форме, если оно исполняется не в момент совершения. Итак, есть решение общего собрания о том, что в такие-то сроки произвести замену стояков, значит, ты получил это решение общего собрания, и всякие разговоры про обещания сразу отпадают сами собой. Ибо у тебя на руках есть высший акт вашего дома – это решение вашего собрания. А теперь дальше разовьем эту мысль. Все-таки давайте раз и навсегда запомним, что общее имущество нашего дома в силу обстоятельств – это советское наследие, оказавшееся внутри моей квартиры, потому что на самом деле нельзя так строить дома, чтобы через квартиры проходило общее имущество дома. Это когда была социалистическая собственность, тогда это было все совершенно естественно. Ибо был только один вид собственности – социалистическая собственность. Государственная. Да, частной собственности не было как таковой, ибо она раз и навсегда была уничтожена в годы гражданской войны. Они изничтожили всю частную собственность, одержали полную окончательную победу над частной собственностью, над проклятым капиталом. Ну, потом поняли, что это была страшная ошибка, и вернулись к тому, что частная собственность все-таки нужна. Частная собственность, конечно, должна быть надежно защищена, не должно в ней находиться общего имущества. Кстати, общая – это тоже частная собственность. Сейчас, да. Вот. Но если уж так случилось, то в силу жилищного законодательства никто не вправе препятствовать соблюдению интересов других собственников помещения в нашем доме. И если в интересах всех необходим доступ к общему имуществу дома, то ты обязан его обеспечить. А когда ты проводишь ремонт и хочешь как-то убрать некрасивые стояки, вот эти ржавые и все остальное, то сделай разборные конструкции. Такие, которые в случае необходимости обеспечения доступа вот к этим стоякам в своей квартире, ты легко эти конструкции демонтируешь, обеспечиваешь доступ и никаких страданий по поводу совершенно необходимого, да, разумного ремонта общего имущества дома ты не испытываешь. Потому что ты сразу себя правильно настраиваешь. И тебе умные люди подсказали, что проводя ремонт в своей квартире, делая ее красивой, уютной, подумай о том моменте, когда к тебе придут и скажут, нам нужен доступ к трубам, нам надо их менять или чистить. Вот вопрос от зрителя как раз по этой теме, где вот человек не подумал об этом. Значит, управляющая компания порадовала, будем менять стояки холодной, горячей воды и канализации. Это катастрофа. Я только этим летом закончил ремонт. Работники мои говорят, что все трубы в прекрасном состоянии. Могу ли отказаться от этой услуги и не открывать им дверь? И вообще, неужели нет более важных трат? Нас и не спрашивал никто. Вообще, такой набор противоречивых слов. Отказать, не открывать дверь. Так ты открываешь дверь или не открываешь дверь? Ты допускаешь или не допускаешь? Так это разумно или неразумно? А здесь очень много обстоятельств, которые невозможно собрать в единую систему, поскольку они противоречат друг другу. Есть одно единственное обстоятельство. Через твою квартиру проходит общее имущество нашего дома. И если общее собрание дома приняло решение, а это только оно принимает решение о проведении капитального ремонта, да, вот, если оно такое решение приняло, то ты обязан подчиняться решению общего собрания дома. Тем более, что ты там участвовал, твое слово было услышано, да, и однако люди проголосовали большинством голосов против твоего предложения не трогать твою квартиру, потому что понимали, что если они не пройдут через твою квартиру, то никому такой капитальный ремонт не нужен. Он не может быть лоскутным, он должен быть всеобъемлющим, то есть стояк должен меняться полностью весь, а не кусками, да, потому что страдать-то все остальные будут. Как это так? Да, все останутся без этой холодной или горячей воды, поскольку в твоей квартире этот стояк не заменили, его в любой момент может прорвать, находящихся под тобой соседей может затопить. Ты можешь причинить очень много вреда, поэтому не капризничай и допусти всех к этим стоякам. Другое дело, если ты пригласишь всех для участия в экспертизе, и экспертное заключение скажет, что подождите, еще 20 лет эти трубы могут стоять, это безумие, менять эти трубы, то вот здесь к общему собранию надо все это подготовить и прийти с этими аргументами на общее собрание и убедить людей в... Пока они не выполняли эти работы. Да, да, потому что вот смотрите, я потратил деньги, которые, кстати, ему должны будут вернуть потом обязательно, да, потому что это расходы на общее имущество дома, это экспертиза же в общем интересе. Какой-то безумец сказал, что надо менять трубы, а вот смотрите, мы сделали экспертизу разрушающую, мы проверили эти трубы, и выяснилось, что нет, их не надо менять, они прекрасно работают. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться. Все. К сожалению, на этом наше время истекло. Да, увы. Я напоминаю, что вопросы, которые, значит, мы получили сегодня и не успели их озвучить, мы обязательно затронем следующей передачей цикла «Школа ТСЖ». А на этом наше время истекло, это была программа «Качаем права». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...